Поиск путей выхода и сложившейся экономической ситуации ищут на всех уровнях. В ходе рабочей встречи у президента говорили о проекте закона, который разработан с целью минимизировать негативные последствия кризиса. В частности, речь идёт о финансовой и градостроительной амнистии, снижении налогов для предприятий, которые создают новые рабочие места. Основными моментами, которые предусмотрены в данном законе, являются вопросы финансовой амнистии, вопросы градостроительной амнистии. Кроме того, есть моменты, которые затрагивают определённое снижение налогов для предприятий, в том числе для предприятий, которые создают новые рабочие места, предлагается снизить единый социальный налог. Для предприятий, которые производят продукцию из сырья отечественного производства, предлагается предоставлять пониженную ставку налога на доходы. Кроме того, есть налоговые льготы для строительства, для объектов, которые построены в сфере жилищного комплекса. Проект закона в ближайшее время будет направлен в Верховный совет. Документ разработан в дополнение к специальному плану по стабилизации ситуации в кризисный период. Напомним, его уже одобрило правительство. Данный закон направлен на минимизацию негативных последствий кризиса, направлен на поддержку производства и в сложных условиях, при отсутствии финансовых ресурсов, финансовых возможностей государства, на поддержку предприятий, на поддержку работников предприятий и, соответственно, социально незащищённых слоев населения. Данный закон позволит несколько минимизировать последствия. Специалисты отмечают сегодня снижение уровня промышленного производства в республике. Кроме того, сократились экспортно-импортные операции. Экспортные поставки сократились до 23% на текущий момент, импортные поставки сокращаются до 30%. В том числе это связано с принятыми мерами со стороны Украины по ограничению ввоза подакцизных грузов на территорию республики. В связи с уменьшением импорта в республику, в том числе и подакцизных товаров, снижаются суммы поступления акцизов в бюджет и поступления таможенных пошлин в бюджет. В ходе встречи подчеркивалось, что для минимизации негативных процессов в экономике государство использует в большей степени меры административного характера. Для повышения ликвидности банковской системы, промышленных производств и в целом стабилизации экономической ситуации у государства недостаточно финансовых ресурсов. По подсчетам специалистов, на эти цели Приднестровью необходимо порядка 1 миллиарда долларов инвестиций.